слава богу заглох мне уже голова от него болит но вот смотрите моя нива раны я уже на канале показывал в коротком виде что начались проблемы с водительской дверью смотрите снимаю сигналки вот эта дверь не открывается с это все нормально многие из вас комментариях писали что это не то что ты думаешь снимая карту дверей у тебя там слетела этот с натяжителя за болтики раскрутились либо моторчик перегорел короче карту дверей снимай в любом случае я предварительно уже посмотрел нифига подобного как я и предполагал проблема вот здесь вот под гофрой там провод просто-напросто переломился ну сами же понимаете машину производят на автовазе рукожопы официальные дилеры на нее устанавливают дополнительные услуги вернее не устанавливают а предоставляют дополнительные услуги когда устанавливают сигнализацию так вот у официального дилера до улицы чекиста в городе тюмени тоже работают рукожопы единственное что их связывает с головным автовазом это высокие цены так завелся но сегодня будет веселенький так скажем рабочий день вот он сейчас будет ездить кругами часа 23 ну надо конечно молодое поколение учить не вопрос ну неужели нельзя вот такой вот мотоцикл сделать с более тихим глушителем да даже если в магазине это не предоставляет это можно сделать доработку ну папе видимо по барабану короче снимаем вот эту гофру сейчас я вам покажу ну да ваши комментарии оказались пророческими вот смотрите вот этот провод переломился это уже я его заизолировал чтобы ничего не замкнуло а другой конец провода у меня туда провалился сейчас мне его просто-напросто будет не достать придется как-то двери снимать но бляха муха опять работы а проблема в том не перетёрся провод он не перетёрся он просто реально обломился потому что рукожоп на официального дилера сделал короткий провод он просто был коротюсенький понимаете я им предоставил этого провода вот просто был обмотаться но он все равно сделал коротко потому что дебилы кусок понимаете болен у меня слов нету сейчас из-за этого дебилов карту снимать тут работы блин часа на два блин ну попробую конечно и выудить ну вот навряд ли получится другой конец ну все снял карту дверей показывать уже не стал это вообще элементарно здесь внизу три самореза здесь сверху 42 болта на ручку вот они длинный нижний этот короткий верхней если я не ошибаюсь колонки вот тоже для снимаешь сейчас ее когда оставить надо будет тоже придется помучиться одновременно карту держать и присоединять колонки ну пока руси смотрите песочек конечно да у меня залито все пролито здесь небольшое утепление делал тут на всю это не стал уж делать вот он вот этот провод вот он идет так ну я попытался конечно полу по выуживать ну понятно что я не смогу то вот он вот он сейчас надо что сделать сейчас надо его нарастить чтобы стал подлиннее вот смотрите вот так вот если даже сделать вот смотрите даже поверх эти прям натяжку идет а он еще и через внутрь идет то есть у него длина еще должно быть блин ну это рукожоп но вот это вот вот пидорас вот это делал понимаете конченый пидорас кстати сухо все хорошо все нормально все четенько здесь ну что я думаю что там показывать не буду значит единственное смотрите нужно на хорошую изоленту вот это вот терминатор так называемый вот его все электрики автоэлектрики любят да и простые электрики хорошая кстати изолента вот на нее сейчас сделаю смотрите еще обратил внимание видите как он скрутку мне сделал тоже все видите все растопоршилось то есть как через какое-то время и сама бы сигналка тоже вышел из строя но но конченый пидорасные вот слов у меня просто нету вот на вот то есть умение знаете что в городе тюмени на улице чекистов там по моему 21 до официальный дилер автоваза работают конченые пидорасы которые создают клиентам только проблемы больше ничего и вообще вот по автовазу вот по заводу я считаю лично мое мнение единственную машину которую у них можно купить это вот него вот коротко вот это вот это вот него но ее нужно доработать до ума и тогда будет она вам приносить радость все остальные модели они конченое дерьмо я вас прямо призываю не покупайте продукцию автоваза не содержите этих обмороков вот этих конченых вот этот вот который там вот этот глава автоваза я не буду говорить с птичьей фамилией да он только ходит как с протянутой рукой постоянно он просит только дотации из госбюджета и установление заградительных пошлин на хорошие автомобили из японии там кореи и так далее вот чем он занимается он не занимается тем что улучшает качество производимой продукции он занимается выклянчиванием денег из государственного бюджета то есть из нашего кармана он живет за счет это он живет за счет нашего кармана а потом нам продает фуфло за охрененные деньги нам же и вот к сожалению люди покупают ну соответственно из-за высоких налогов на ввозимые машины цена запредельная даже вот это китайское фуфло люди покупают но сейчас вот понимают что это вот вообще тоже запомните раз и навсегда хорошие машины это только японские корейские немецкие и американские вот это четыре лидера мировых все остальные производители производят дерьмо вот как то вот так вот просто вот не вот просто слов нет ну что вот это такое ну что то такое вот эти все лады гранты лады весты и так далее не покупайте эти машины не покупайте не содержит не содержит не содержите этих конченых которые там в тольятти на заводе работают вот этот завод он мертвый завод рано или поздно вот помянете мое слово его ликвидируют он не конкурентоспособен он не предназначен для того чтобы производить хорошие высококачественные машины по приемлемой цене он предназначен для того чтобы сосать деньги из бюджета и обдурманивать население страны вот для чего этот завод предназначен вы мне сейчас тут напишите как что ты сделал для того чтобы там они да я не обязан ничего это делать я купил у них четыре машины за свою недолгую жизнь я дал им деньги и средства для развития куда они эти деньги пустили непонятно куда они пустили потому что машина из года в год идут низкого качества просто там я говорю вот если там это завод сгорит вот там не вот этих людей которые там окажутся без работы мне вот их не жалко они все эти годы производили фуфло и продолжают производить ладно хорош дискутировать надо работать дальше ну все нормально нам нарастил все соединил хорошо заизолировал вот этот провод основной который рукожоп сделал тоже все видите привел человеческий вид сейчас тут все смажу и гофру присоединю уже окончательно давайте проверим я еще не проверял должно работать вот прям вот должно ну все замечательно так там тоже чупик упал ну все вот вот поистине говорится да если хочешь что-то сделать сделай это сам вот по-другому вот никак так что здесь вот на прошлой ниве я полностью вот так вот здесь все утеплял ну она торчала со всех сторон я думаю вот этого достаточно тем более что сама карта у меня здесь тоже кое-что тут тоже налеплена да как не лепи машине все равно будет холодно только двигатель заглушил пять минут и все уже машине сидеть невозможно она тепло плохо держит это не иномарка не лексус ну все сейчас вот здесь вот солидольчиком все смажу туда гофру вставлю и уже присоединю хорошо и вам покажу окончательно ну все лепота красота силикончиками смазал сейчас правую тоже надо обязательно их смазывайте чтобы они не трескались вот допустим у вас патриот они трескаются через три месяца эксплуатации так сейчас проверим ну вот все ничего не соскальзывать все нормально все нормально так смотрите вот эти дела тоже там внутри проверяйте ну там мавил я сейчас на коррозию посмотрел там все хорошо коррозия может пойти вот блин вот видите вот виброизоляция вот под ней может быть вот на моей старой ниве там прямо на голый металл вот эту вибру клеили вот в этой ниве 22 года вроде бы уже на краску стали но я все равно сейчас баллончиком из-под под давлением маслом а там прожахаю немного пускай оно здесь в дренажное отверстие стечет и все будет нормально ну видите по коррозии здесь все отлично ну все сейчас карту дверей одеваем где-то у меня даже полироль была начистим и вот прям вот конечный конечный результат вам покажу да и еще смотрите вот эти вот болтики многие из вас говорили что вот из-за ослабления натяжки может соскочить крепление да с вами абсолютно согласен сейчас только что отверткой попытался их протянуть они не протягиваются потому что протянуты и мало того я еще их мавилю обрызгал чтоб они просто застопорились и при какой-то детонации да по кузову который идет во время движения чтоб она не разболталась поэтому и вам советую мавилю вот то есть можно хорошо протянули обезжирили и мавилю жахнули и все чтоб она потом застынет и не дадут не будет давать болтику раскручиваться мавилю сделал замечание его мамаши что слишком шумно желательно бы потише как-то там глушитель сделать ничего не знаю что он тут каждый день ездит да у меня муж уехал ну и все в таком духе вот сейчас жалуются на меня что я его снимаю короче смотрите смотрите какая ситуация все закончил все лепота красота здесь все смазал все четенько все протянул все все классно все вообще давайте проверим опа все работает все хорошо а то ходил целую неделю машина у меня не закрытая ставил на сигналку и только потом где-то через неделю обратил внимание что чопик-то у меня не опускается ну вот такая вот ситуация поработали все хорошо все замечательно видите панеличку натер все это классно выглядит ладно всем удачи всем пока так что это у меня такое это магнитик от шторки оторвался в общем всем удачи всем пока и вот такого вот вам хорошего мирного неба над головой и желательно не вот таких вот ебанутых соседей все всем пока